Мы замерзаем в своих квартирах. С такой проблемой в редакцию программы «Челны-24» обратились жители 38-го и 40-го подъезда в дом 5101. Напомню, более 15 лет назад из-за разрушения арки часть жильцов этого дома расселили. С тех пор пустые квартиры не отапливаются, а челнинцы, которые соседствуют с ними, борются с постоянным холодом. В 2016 году был усилен фундамент пятиэтажки. Планировалось провести ремонты, вновь заселить пустующие квартиры, но задуманное не осуществилось. 39-й и частично 38-й подъезды дома 5101 были признаны аварийными. Их хозяевам предоставили другие квартиры. А в старом, в буквальном смысле, гуляет ветер. Огромные трещины, которые увеличиваются с каждым годом, пропускают холод. Жаль, что камера не передает тот холод, который здесь царит. Сейчас мы находимся в одной из квартир 4-й строительной 38-го подъезда, который был расселен. Коммунальщики предложили отапливать нежилые помещения. Но вы представляете, какие бы счета приходили челнинцам, если бы они согласились на такое предложение. По словам жильцов, они сразу отвергли это предложение. Спасаться от непогоды в доме им приходится двойными одеялами, теплой одеждой. Порой они даже куртки не снимают. Да ходим. А что не ходим? Я одеваю и хожу. Иногда приду с работы, холодно. На мне два халата, тапочки, двое носков, гамаши. Я говорю, на мне все, что угодно. Приходится включать плиту и электрические радиаторы. Сумма в квитанции от этого растет, но теплее не становится. По словам челнинцев, они обращались в различные инстанции, но уже много лет проблема не решается. Так, сотрудники госжилой инспекции уже выносили предписание коммунальщикам за холод в квартирах. Холода мы вызывали, проверку производили воздуха. И было плюс 13 градусов в помещении. При 20-19 градусов в норме. 18. Дети у меня, они как сейчас уже подрастают, но в тот момент, когда мы переехали в эту квартиру, они были маленькие, они плакали. Они реально плакали. Невозможно было. Даже в постели ложиться невозможно было, потому что сразу замерзаешь. В управляющей компании Комстроюсервис нам сообщили, что не жилые помещения в ведении исполкома. Значит, и решение проблемы тоже. По результатам обследования решено, что в жилых квартирах 38-го подъезда на стене смежной с комнатами аварийных квартир, а их всего 4, дополнительно установят батареи. Работы будут выполнены в срок до 31 марта при предоставлении доступа собственниками помещений. Для этого жителям предложили провести дополнительный стояк. Но независимые эксперты, с которыми консультируются челнинцы, считают, что в таком случае на стене образуется конденсат, а значит, появится чёрная плесень. Выход только один – утеплит стены со стороны нежилых помещений. Как нам стало известно, разрабатывается ещё один проект по решению проблемы. Но его подробности пока не афишируются. Программа «Челны-24» будет следить за развитием ситуации.